ПЕСНЯ Сегодня вы меня увидите в несколько необычной роли. Я, как и все любители рыболовы, все свое свободное время и отпуск провожу на воде. Вот об этом замечательном виде спорта и отдыха мы и хотим рассказать вам в нашем фильме, который называется... КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И как раз воскресенье Никогда здесь не бывает мало людей А в тот день народу съехалось видимо-невидимо И почти никто не мог похвастать улов Два-три от силы пять окунишек были лучшими трофеями Несмотря на выдающееся снаряжение и оснащение Не везло и моему другу, Кузьмине Горычу Ну как? Пропал рыбка Ничем не мог похвалиться и такой опытный раболов, как Василий Иванович Ну что? При таком клеве, Николай Иванович, только чаи гонять Да Чаи так чаи Пошли в деревню Алёша! КОНЕЦ КОНЕЦ Приехала Хе-хе Ау! Ой! Алёшка! Смотри-ка! Тьфу! Ты видишь? Ой! А ну, пошли! Здравствуйте! На что ловите? На жёлтую мормышку с мотылем Хм! Странно Мы тоже на жёлтую ловим Разрешите Да, не зря говорят, легко рыбку поймать, да нелегко найти Стоит она зимой, а не рыщет по водоему А я ещё летом это место заметила Здесь яма, здесь окунь стоит Вот тебе и чаи гонять Ха! Обрубим! Обрубим! Так мы познакомились с Ольгой Сергеевной И с тех пор ездим рыбачить вместе Сын её такой же как и мать Страстный рыболов А муж? Ну что же поделаешь Не оставаться же главе семьи Каждое воскресенье без семьи В последнее время ловля на мормышку распространилась больше других Мормышка цветной грузик с крючком и насадкой Игра её напоминает рыбам движения рачка мормыша Или просто привлекает их блеском, переливами и заставляет обратить внимание на приманку Мормышкой хорошо ловить стальную рыбу Если лунка прорублена удачно, то уж тогда... Мормышка 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 КОНЕЦ 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 Прошла зима, растаял снег, и по-прежнему каждое воскресное утро мощным потоком движется к воде вестесущее племя руболовов. КОНЕЦ КОНЕЦ Настоящий рыболов. Круглый год желанный гость природы. КОНЕЦ 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 У любого водоема на морозе и вне свет, я всегда везде как дома на своей родной земле. Хорошо ночной порою ждать рассвета на реке Чтобы сутки не царею скрыла судочка в руке Хорошо, когда клюет, он клюет Сердце радостно поет, он поет Но дорога, что-то штука Может, сочечет, а может, просто эта вещь Но у кого-то, что за штука Если вещь, это кто же, братцы, вещь Знаю, рыбе, все повадки Тут меня не провести Валькой, но могу в таланке На воде три дня блестить Я закидываю снасти Старом время не гуля Верю в слои, верю в снасти Но все больше не себя Хорошо, когда клюет, он клянет Сердце радостно поет, он поет Но-ка-ну-ка, что за штука Может, зонка, может, щука Может, просто эта вещь Что-то, что-то, что-то Если вещь, это тоже просто вещь Ты чего здесь стал? Крупную рыбу ударила Ха, чудо Сейчас все рыбы наотмели Пошли Нет Я тут попробую Быть может, не такая уж крупная рыба ударила Но Кузьме Егорычу кажется, что эта щука из самого невероятного рыба Петя, поправь червячка Музыка 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 С почином Николай Фанатович Музыка А как у вас дела, Кузьма Егорыч? Музыка Музыка У-у-у-у, подходящую корзинку прихватили вы под рыбку Ну что ж, как говорится, не хвоста вам, не чешуйки Вот еще окунишка Жадный и неразборчивый житель большинства водоемов Он хватает все, что подвернется И червя, и небольшого рачка, и мелкую рыбешку Клюет почти круглый год Только надо найти место, где он кормится Ничего не понимаю Снасть в порядке Окунекру выметал? Выметал Вечерки писали Брать должен, как сумасшедший Долго В чем же дело? А вот в чем, Кузьма Егорыч Представьте себе, что вы погрузились туда, где ваш крючок На глубине стоячей воде еще холодно Здесь пока что не пробудилась жизнь А посмотрите, что делается там, где ловит Николай Афанасьевич Это отмель И вода здесь уже успела прогреться Солнечный свет и тепло Вызвали к жизни миллиарды микроскопических растений Фитопланктон Которым питаются крошечные животные Зоопланктон А зоопланктон Любимый корм мелкой рыбешки Замелкотой на теплую воду Идет и рыба покрупнее А это привлекает в свою очередь самую крупную Хищнику трудно ловить вертких рыбок И щука чаще всего нападает на ослабевших Менее подвижных На этом и основан лов наживца Менее подвижных Менее подвижных Менее подвижных Так, так, Кузьма Егорыч, теперь вам понятно, почему весной рыбу надо ловить на отмелях. А я к вам, Николай Афанасьевич. Не клюет? Какой же теперь клев? Ловля кончилась. Видишь, как солнце высоко. Знаете ли вы, как пахнет уха из рыбы, которую вы сами поймали? Да еще на свежем воздухе, около такого лесочка. Ничего, что у вас хроническое отсутствие аппетита. Подсаживайтесь к нашему столу. Он поможет вам лучше всякого доктора. Принимай, Василий Иванович, и разливай. Эх, горбать же у меня сорвался. Почему-то, сколько я помню, самая большая рыба у тебя всегда срывается, а? Какая здесь ловля. Вот дождусь отпуска, закачусь под рыбец. Вот там рыбалка. Вот. И мы в отпуск, на Волгу. Только под Астрахани. Давно хочется сама поймать. А какие там, говорят, сазаны? Что сазаны? А вы слыхали когда-нибудь про нашу сибирскую ловлю? Подцепишь на спиннинг, рыбку это килограмм на тридцать. Сорок. Что смеялись? Начались охотничьи рассказы. Ну что, не верите? Поедем ко мне. Бия, Телецкое озеро, Саяны. Вот это настоящие места для рыбалки. А я не дальше клязьмы. Надоел езда. Представьте себе Кузьму Егорыча на клязьме. Ушла. Вот это здорово. Свой рабочий станок мы путаем всегда. По восторскому времени. Мы в далекие рейсы ведем поезда по восторскому времени. Мы всегда начинаем их праздник и труд по восторскому верному времени. Ведь советские люди победа уйдут по восторскому времени. Наконец пришла пора летних отпусков. Добрый путь, товарищи. Ваши поля, леса и реки ждут вас. Так вперед же, друзья! Не станем вместе с рыболовами изнывать от нетерпения в пути. Мгновение и киноаппарат переносит нас под Рыбинск. Но что случилось с Николаем Афанасьевичем? Почему он не ловит? Напрасно прикорм переводишь, дядь. Почему? Места лучше не бывает, ветер южный, время самое подходящее, лещу да езю брать да брать. Да корми не корми, все равно толкнуть. Почему? Видишь? Зато вчера здесь клёв был такой, о котором можно только мечтать. Это падёнки. В воздухе они живут всего лишь один день. Три года назад их родители отложили в воду яички, из которых через некоторое время вывелись личинки. Они росли в притонном слое грунта. Затем личинки поднимались на поверхность воды и превращались в крылатых насекомых. Начался брачный полёт. Падёнки тут же откладывали в воду новые яички и погибали. Весь водоём был усыпан хорошим кормом. У рыб вчера был праздник обжорства. Теперь они в рот ничего не возьмут некоторое время. Так неудачно закончился первый день ловли, о котором столько мечтали наши герои. Песня. 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 Кто замрёт, то учащенно забьётся. Что, он на рожу, что ли, дразит? Хоть плащ не ловится. И не будет. А почему не будет? А на небо взгляньте. Полоса примечается? Перемена погоды будет. Слыхали бабушкины сказки. Мышь чихнула, таракан скребётся, ворона каркнула. Павел Михайлович, куда же вы? Кем она у вас? Напрасно обидел старик. Народные приметы, если они не связаны с суеверием. Верные приметы. В чём же дело? Заглянем в воду. При перемене погоды, как только меняется давление воздуха, меняется и давление воды. У рыбы есть своеобразный барометр. Она сейчас же чувствует это и перестаёт питаться. Подул северный ветер с матовой удочки, говорят рыболовы. Ой, Алёшка! Уж лучше бы с Василием Ивановичем поехали. Хоть бы саяны посмотрели. Сколько препятствий, сколько невзгод встречает порой рыболов на пути к заветной цели. Да полно восклицает домосед. Стоит ли этого ваша рыба? Что ответить ему? Пожалеть разница. Никогда не испытает он радости увлечения, не переживёт волнующие страсти охотника. А чем у нас на Клязьме хуже? Сидишь себе на сухом бережочке. Чинно, мирно. Кругом птички поют. Хорошо. А сколько напряжения, волнений и страсти на лице Кузьмы Егорьевича. Вот она! Ещё одна! Знатная добыча! Ну и клёв! Наконец-то отведёшь душу! Ведь в конце концов, не важно кого ловить, важно сколько раз тащить. И всё же в глубине души Кузьма Егорьевич надеется поймать такую рыбину, чтобы кругом все от зависти лопнули. Но пока он даже Сибель не признаётся в этом. Должно быть крупная взяла. Чем осторожнее берёт рыба, тем она больше. «Тихо, Кузьма, не спеши!» «Пусть заглотит!» «Пусть заглотит!» «Поторопился!» «Пусть заглотит!» «Сынок!» «Червяй богат!» «Безопасу не рыбалка!» «Выручи!» «А как у меня поплавок оторвало?» «Вы стали выручать?» «Не помни, Слава!» «Один червяк, один крючок!» «Два крючка, четыре червячка!» «Ладно, бросайте крючки!» «А у нас в это время дела шли иначе. Вскоре после вылета подёмки клёв рыбы начался с новой силы. И тогда для меня наступили горячие денёвочки. С детства полюбил я увлекательную народную ловлю на кружки. Кружок – плавучий жирлис с обычным жирцом для приманки. Кружок – плавучий жирлис с обычным жирцом для приманки. Леска перевёртывает кружок. Не чувствуя сопротивления, рыба спокойно заглатывает жирца и свободно разматывает леску. Белая сторона кружка заметна издали. Я тут же спешу к нему. Сперва подберём слабину. Леска натягивается. Хорошо, что я сильно подсёк. У судака очень жёсткие челюсти. Из-за слабой подсечки в молодости я часто упускал желанную добычу. Вот мой 312-й судака. В дом этого судачины вылез там коряжники. Полоса помогает ему быть незаметным для жертв. Оставим, однако, Николая Афанасьевича и посмотрим, что поделывают его спутники. Иван Гаврилович – любитель нахлыста. Это ловля на искусственную мушку или на живых насекомых. Нахлыстом ловят на быстринах и перекатах. Рыбы, которые держатся в верхних слоях воды, очень пугливы. И ловить их надо осторожно. Хорошо заброшено. И всё же пока ни единой поклёвки. А попробуйте зайти в воду. Секрет простой. Когда вы стоите на берегу, рыба хорошо видит вас и боится взять приманку. А когда заходите в воду, вы становитесь почти неразличимы для рыб. Вот и первый галабль. может быть это случайность а вот и второй ну здесь дело кажется наладилось посмотрим чем нас порадует любитель тонной удочки три дня дядя костя щедро сыпал в бочежок прикорм приваживал леща рыба привыкла к месту но желанной добычи все нет и нет а на что вы ловите дядя костя на тесто правильно если приваживали хлебом и зерном но ловить крупного леща все же лучше на кисточку червей это его любимое лакомство разве может быть для рыболова более приятная музыка неужели повезло наконец он только он так берет но подсекать еще рано лишь очень осторожно всасывать насадку подсечка и рука чувствует драгоценную тяжесть он 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 стучит сердце рыболова лещ богатырь но он слабеет как только его вывели к поверхности воды заставить его как говорят рыболовы глотнуть воздуха это сейчас главное дядя костя сделал все правильно но на радостях поторопился и вот вам результат рыбу глушат бежим какое нам дело а что мы можем ну чего вы стоите пошли каждый год глушением острогой сетями и ружьями во время нереста браконьеры истребляют сотни тонн ценной рыбы одни из них делают это ради хищнической наживы другие просто так для развлечений привередливые рыбачки тонну погубили путь возьмут но и и и и и и и КОНЕЦ Стойте! Стой! Сволочи! На этот раз преступникам удалось уйти. Завтра они пожалуют к вам, товарищи. Не ведите себя как обыватели. Никакая борьба с браконьерами невозможна без вас. Видите? Эх вы! И зачем я только с вами поехал? У-у-у-у! Так я поссорился со своими компаньонами и решил уехать под Астрахань к Ольге Сергеевне. Она писала мне, что никак не может поймать сама и снова просила приехать. Оставалось еще три недели отпуска. К тому же проехаться по Волге на пароходе мне давно хотелось. До сих пор не могу спокойно думать, какой вред приносят нам браконьеры. Но, к сожалению, браконьеры не одиноки. На многих промыслах рыбу ловят сетями с недопустимым мелкой ячеей, истребляя напрасно миллионы молодей. Недавно я получил письмо от Кузьмы Егорыча. После рыбалки он вернулся домой отдохнувший и довольный. Как-никак. Сорок три ерша поймал. Вы когда-нибудь ели уху из ершей? Нет? Ну тогда вы ничего не ели. Внимание! Подается уха из ершей пойманных папой. Знатная еда. Не уха, карболка. Есть и мыслимо. Ну не может быть. А здесь уха и навариста, и ароматна. Любят руководители некоторых фабрик, расположенных на берегах Клязьмы, проводить воскресенье на рыбалке. Но зачем они уезжают от родной реки так далеко? Наивный вопрос. Сточные воды фабрик, которыми руководят эти рыболовы, надежно отловили когда-то рыбную Клязьму. Есть много способов очистки сточных вод. Но для некоторых руководителей проще из года в год платить штрафы за счет государства. Теперь здесь лови-не лови, кроме хилых ершей, ничего не поймаешь. Да и тебе пахнут черт знает чем. Только не рыбы. Симпатичные люди. Интересно, однако, как бы они себя почувствовали, если бы в годовой отчет вести графу «Как ты берег природу родной земли?» Ведь те, кто заражает скот и колхозные нивы, мы называем преступниками. А как прикажете величать вас, уважаемые рыболовы? А как, прикажете величать вас, уважаемые рыболовы? Ну-ка, милый, я природу берегу. Хорошо, когда клюет, он клюет. Сердце радостно поет, он поет. Как плохо, что за штука. Может, золото, может, щука, может, просто это лещ. Ну-ка, ну-ка, что за штука. Если лещ, это тоже, братцы, лещ. У любого вода дома на морозе и тепле. Я всегда, везде, как дома, на своей родной земле. Хорошо, когда клюет, он клюет. Сердце радостно поет, он поет. Как плохо, что за штука. Может, золото, может, щука, может, просто это лещ. Ну-ка, ну-ка, что за штука. Если лещ, это тоже, братцы, лещ. Привет, рыболова! Николай Афанасьевич! Николай Афанасьевич! Арбузик не желаете? Благодарю. Когда я приехал к Ольге Сергеевне, подул южный ветер, мечта рыболова. И наступили долгожданные дни удачи, дни рыбацкого счастья. А? Сазан, пожалуй, наша самая бойкая рыба. Сколько раз было. Повернется, зацепит леску вот этой пилкой. И прощай, добыча, вместе с крючком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что вы тут колдуете? Сдабриваю насадку Анисовым маслом. А на что ловите? На ракушку. Да, не зря вас мудрым рыболовом зовут. Не я, а старик мудрый рыболов. А вы его не послушали. Вот примерно ляжет крючок так, что не видно приманки. Вода смывает по куче жидкость и несет по течению. Рыба чувствует запах и идет на приманку. О, у наших друзей сегодня, кажется, будет неплохой ужин. Ужин верно готовится. Но для кого? Лягушка, саранча, личинки майского жука и особенно жареные птицы любимые лакомства крупных сомов. Продолжение следует... Сом ночной хищник. Мы решили искать его на выходах из глубоких ян. Мы заплыли вверх по течению и стали медленно спускаться, стараясь не шуметь веслами. Только квок нарушал предрассветную тишину. Еще древние греки пользовались таким способом ловли. Одни доказывают, будто сом принимает эти звуки за кваканье лягушек. Другие говорят, что квок напоминает звуки, издаваемые самкой хищника. Но одно бесспорно. Сом идет на звук и хватает приманку. Ну что ты делаешь? Немедленно размотай. В прошлом году вот так же один намотал бичеву на руку. А в это время на садку взял огромный самина. Рванул, и рыболову не стало. Нет здесь никаких сомов. Шестой раз выезжаем, а толк один. Уж лучше пса заново ловить. Ни ответа, ни привета от усатого великана. Где ты, сон? Услышь призывы рыболовов, если бы ты знал, какой вкусный цыпленок зажарен для тебя. Зацепило за что-то. Коряга должно быть. Тише. Он. Не дергай. Держи, держи. Вот так. Сом постепенно заглатывает насадку. Подергивает. Тянет. Подсекай. Пошел, 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 пошел. Разворачивай, походу, а то перевернет. Держись. Плыви к пакетчику. Скоро ли выбьется сом из сил? Куда он увезет наших рыболовок? Трудно сказать. А раз это так, не будем терять драгоценного времени, посмотрим, что делает Василий Иванович в Саянах. Каждое лето, не обращая внимания на трудности и лишение долгого пути, добирается Василий Иванович сюда, за тысячи километров от Москвы. Ничего не поделаешь. Охота пуще неволи. Василий Иванович знает, где искать рыбку. Самый крупный из лососевых таймень любит отдыхать в порожистых местах под камнями. Искусство спиннингиста в том, чтобы точно вести блесну. Блесна создает иллюзию движения рыбки. Раз забросил Василий Иванович, другой, третий. И все впустую. Но снова туда же посылает он блесну. Должен, обязан быть таймень. В этом месте. Вот он, долгожданный удар. Нелегко заставить тайменя взять блесну. Но в дистера труднее вытащить эту невиданно энергичную рыбу. Увидев человека, таймень упирается, а затем бросается прочь. Но вот включен тормоз, и рыбе стало труднее сматывать леску. Первый, самый отчаянный бросок позади. Теперь главное не дать рыбе ни секунды отдыха. Малейшая ошибка в расчет опоздания и прощай, блесна, вместе с тайменем. Наконец, рыба выматывается и становится послушной. Потеряв остаток сил, таймень сдается. Николай Васильевич, хорош, а! Ха-ха-ха-ха! Да, за такой рыбкой стоило ехать и шагать пять тысяч километров. КОНЕЦ Успокоился. Ну а теперь на весла. Что же там, в конце концов, за рыбина сидит? Экое чудище водяное. Редко не вознаграждается настоящее упорство и терпение страстного охотника-рыболова. Посвежевшие, бодрые вернутся наши друзья к своим делам и долго с волнением будут вспоминать эти дни, дни неповторимого рыбацкого счастья. КОНЕЦ 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 Кто знает, быть может там, на чарующей глади воды, в отдохнувшей голове конструктора, строителя, токаря, врача, артиста и зародились новые мысли, которые скоро станут нашей действительностью. КОНЕЦ